Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 18 января и вновь хочу поделиться с вами новинками, которые я буду выращивать летом 2020 года. Казалось бы, уже определилась со всеми сортами и гибридами. Все уже подготовила, все уже у меня было отложено, то что я запланировала выращивать летом 2020 года. Но как вдруг получаю я вот такой вот буклет от наших поставщиков, где мы можем увидеть новинки Семка 2021 года. Фирма Семка мне очень нравится. Сразу говорю, что это не проплаченная реклама. Это мне отправили поставщики. Вот этот буклетик Семка фирма тут никакого отношения ко мне не имеет. Единственное, что я люблю рекламировать тот товар, который нравится мне. И в отличие, наверное, от блогеров, которые рекламируют товары только за деньги, на моем канале я вам рассказываю и рекламирую те семена, те удобрения и те, может быть, вот как раз укрывной материал, какие-то инструменты, то, что нравится действительно мне, то, что я испробовала. И мне не стыдно будет отрекламировать этот товар, потому что я знаю, что каждый, кто воспользуется моим советом, он будет доволен обязательно. Так вот, получив вот этот буклет, я, конечно, его сразу же изучила. И что мне здесь понравилось? Здесь вот есть новые томаты, огурцы, арбузы, тыквы. И, конечно, я сейчас буду постепенно их заказывать и обязательно себе еще что-то прикуплю. Кое-что я уже взяла. Оно очень мне, очень меня заинтересовал. Томат Green Beef. Вот я вам сейчас покажу. Вот он, видите, такой вот зеленый снаружи и розовый внутри. Описание я не буду зачитывать. Ну, вот если я их закажу, если удастся мне их заказать и поступят они в продажу, я обязательно вам их покажу и расскажу уже полностью с описанием. Также меня заинтересовал огурчик Котор или Котор и Савин. Вот тоже их обязательно попробую. И здесь арбузы. Вот Савин вкус у нас как раз есть в продаже. Обязательно его посажу. Марбл я уже выращивала. Великолепнейший арбуз. Он даже на стадии незрелого плода, он уже очень-очень сладкий. И Рамбла я также выращивала. А Рамблу я выращивала, не Марбл. Марбл нужно пробовать, извините. Вот, и также мне здесь понравился Нью Оранж томат с носиком. Тоже хочу его попробовать. Вот пока из этого буклета, то что я не приобрела, меня очень заинтересовал томат Грин Биф и Нью Оранж. Вот эти вот два томата. Ну, а из огурцов Котор и Савин. Так, ну и что же я уже приобрела из этого нового буклета? Ну, у меня черри от Юрия, здесь у нас уже они не новинка. Вот такую вот капусту цветную Андромеда. Это капуста мини, минюшка. Вот здесь вот еще буклетик. Видите, различные томаты. Пока уберем буклетик. Обычно я выращиваю крупную капусту цветную. То есть у меня капуста чаще всего вырастает свыше трех килограмм. Но в этом году я посмотрела вот эту новинку Андромеда, мини цветная капуста. Она до полукилограмма. Видите, даже на мужской ладони этот качанчик разместился. Я подумала для себя, думаю, полкило. Это как раз та головка капусты, которая нам нужна для приготовления на один раз. И я решила, что в этом сезоне обязательно протестирую эту капусту. В продажу мы пока ее не завезли. Я хочу протестировать. Ну, может, небольшое количество закажу. Пока я заказала только для себя, для тестирования. Если будут желающие, я, конечно, ее закажу. Десять штук семян здесь. И вот буду тестировать летом 2020 года. Почему я так смело беру семена от семка на тестирование? Потому что я знаю, что у семка, что бы я ни выращивала, у них результат получается просто великолепный. Затем очень меня заинтересовал. Вот еще один буклет у меня как раз по зелени. Там капуста, салаты. Покажу как-нибудь вам этот буклет, если кого-то заинтересует. И могу вот этот буклетик с томатами более подробно показать. И если будет спрос на какие-то определенные томаты и огурцы, можно будет заказать. Салат мини ромен Мунред название. Вот я хочу вместо пекинской капусты. Вернее, не вместо пекинской капусты, а, наверное, часть я посажу пекинской капусты и часть вот этого салата мини. Понравилось мне. Внешний вид понравился этого салата. И вообще, вот эта серия ромен салатов мне очень-очень нравится. Мишутку я выращивала, еще какой-то не помню. Денди, по-моему. Они не имеют совершенно никакой горечи. Это очень вкусные сладкие салаты. Совершенно без горечи. Здесь у нас 25 семян. Не так много. Но буду сеять частями. Наверное, сначала посею 7-10 семян. И затем еще 10 и 5. В общем-то, на 3 посева я разделю вот этот вот салат. Будем тестировать. Затем, вот такая вот новинка. Это шоколадные томаты. Марсаба. Я выращиваю из темно-плодных пальчиковых томатов чернослив. Сортовой томат от фирмы Биотехника. Он мне тоже очень нравится. Он очень сладкий. Урожайный. Единственный минус у чернослива. Его нужно обязательно в период цветения, в период бутонизации опрыскать пару раз кальциевой селитрой. Иначе он может подвергаться вершинной гнили. Он сортовой. Но если мы проведем 2 обработки кальциевой селитрой, никакой вершиной гнили на томате чернослив не будет. 100%. Я выращиваю его ежегодно. Марсаба будет выращиваться у меня впервые. Это новинка 2020 года от Семка. И вот очень меня он тоже заинтересовал. Здесь у нас 5, по-моему, семян. Да, 5 семян и 9-11 плодов в кисти. Нет, извините, 6-9 плодов в кисти. И средняя масса плода 90-100 грамм. Вот так вот описание приближу, чтобы вы могли посмотреть. Буду выращивать я такие пальчиковые, темно-плодные и желто-плодные. Для того, чтобы затем их завялить. Хочу приготовить летом, осенью 2020 года буду готовить вяленые томаты. И вот такой вот томат Мерхаба. Тоже такие сливовидные томатики темного цвета. Как раз вот для приготовления вяленых томатов нам нужны будут желтые, темные и красные томаты. То есть разноцветные. Также здесь 5 семян всего в упаковочке. И здесь у нас, по-моему, они помельче. 10-12 плодов в кисти. И средняя масса плода у нас 50-70 грамм. То есть они вот такие коктейльные. Не черри, но коктейльные томатики. 50-70 грамм. Вот такие вот новинки. Ну, конечно, я их буду выращивать по 2 растения, не больше. Вот единственное, что побольше я... Весь пакет я планирую высадить вот этого салата. 25 штук. Если он мне понравится, конечно, обязательно его будем заказывать в больших количествах. И вот эту вот капусту мини Андромеда. Вот то, что из новинок, еще у меня запланировано на лето 2020 года. Ну, я на этом заканчиваю. Если кому интересно, ну, давайте я прямо сейчас, кому интересно, я покажу вот этот буклет. Приближу вам описание. И если кого-то заинтересуют какие-то томаты, пишите. Будем заказывать. Вот розовый мармандэ. Не знаю, видно вам будет. Нет. Пинки. Стан 500. Розанчик. Вот у розанчика мне нравится форма с носиком. Томат Бокеле. Он у нас, по-моему, есть уже в продаже. Цвет очень, видите, такой яркий, насыщенный. Если это соответствует. Оранжевый куб томат. Нью Оранж. На ранжести. На ранжести я не знаю, почему он здесь в буклете. Вообще-то на ранжести я выращиваю уже, наверное, года три. Мне нравится очень томат этот. Нивица. Круглоплодные желтые томаты. Вот как раз Марсаба. Мерхаба. И вот еще есть Бэби Тайгер. Из таких, из темно-плодных. Такие крошки. Поскольку же они грамм. 35-40 грамм. Ну, коктейльные томатики. И здесь у нас Пинк Хайп. Мне очень нравится описание и внешний вид. Это вот он. Пинк Хайп. Вот он. Бинго 21. Розе. Мне кажется, чисто интуитивно, почему-то мне кажется, мне вот этот томат понравился бы. Розе. Также вот огурцы Савин. Салам. Икотор. Икотор. Не знаю, как правильно называется. Если кто-то выращивал, напишите комментарий. Вот этот очень меня заинтересовал. Грин Биф. Обязательно я его постараюсь заказать. Также капуста цветная Вердант. И Килостоп. Кознеспелая белокочанная капуста. А вообще вот так вот. Вот так вот я вам покажу. Вот они все вот эти вот новиночки. Вот их можно здесь увидеть. Ну, на этом я заканчиваю ролик. Всем до новых встреч. Пока-пока.